Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии в четверг, 16 июня. Меня зовут, наконец, Александр, и сегодня с вами торговую сессию проведу я. Давайте рассмотрим ключевые события предстоящего дня. И, конечно же, с вами нужно обсудить, что произошло вчера. Вчера была очень важна новость, которую мы ждали с вами несколько недель, это решение по процентной ставке ФРС. В конечном итоге ФРС повысил процентную ставку. Мы с вами говорили о том, что по прогнозам повысит на 0,5%. Прогнозы от JP Morgan, что повышение будет на 1%, но в конечном итоге ставку повысили на 75 базисных пунктов. Тем самым это было рекордное повышение ставки с 1994 года. Рынок, конечно же, на это отреагировал, но самые сильные движения были все-таки на ожиданиях этой новости, потому что рынок предвкушал повышение ставки и большинство движений уже отыграл заранее. Мы с вами видели максимум по индексу доллара в районе 105.50. Цена после выхода новости по процентной ставке уже откатилась. И на текущий момент времени, если говорить по поводу того, что будет дальше происходить с индексом доллара, безусловно, он будет расти, потому что тенденция повышения процентных ставок будет продолжаться. И в следующем месяце мы ждем очередного повышения ставки. Что будет происходить сейчас? На мой взгляд, что сейчас рынок немного успокоится, возможно, даже скорректируется. И ближе к новому повышению ставки мы опять с вами видим тенденцию роста. Это, в принципе, уже превращается в такую небольшую торговую стратегию, которую мы с вами можем пользоваться на протяжении, я думаю, даже целого года. Что касается ключевых событий на сегодня. Сегодня также выходит новость из... Новость в Великобритании. Это новость также повышения процентной ставки. Англия сейчас держит ставку на уровне 1%. Сегодня мы ждем повышения ставки на 25 базисных пунктов. Новость, которая может укрепить британскую валюту. Посмотрим, как это будет выглядеть на графике. Давайте переключимся на график и посмотрим, что сейчас происходит. Основные ключевые инструменты. Вкратце пробежимся по ним. Итак, давайте начнем наш с вами обзор с индекса доллара. Вчера на решение поставки индекс доллара сходил на отметку 105.50. После чего цена откатилась. Тем самым 105.50 – это та цель, которую мы с вами ставили. Наша с вами цель достигнута. Пока по индексу доллара предлагаю находиться без сделок, потому что сейчас, по всей видимости, начнется консолидация. Не исключаю даже, что, возможно, начнется и коррекция до следующего повышения ставки. Еще много времени, поэтому весьма вероятно, что на рынке мы увидим с вами коррекцию. Евро-доллар. У нас с вами были цели 103.50. Цена немного до цели не дошла. И от уровня 103.57 цена отбилась. Это дневной график. Посмотрим, что происходит внутри дня. Внутри дня начинается такая консолидация. Опять-таки, по евро-доллару сейчас говорить о том, что цена будет резко падать, не приходится. На мой взгляд, что, опять-таки, сейчас весьма вероятно, что будет коррекция. Не говорю, что уровень 113.114, но до паритета в текущих реалиях дойти тяжело. На мой взгляд, что цена будет идти вот пока вот в таком диапазоне. На 107.103.107.103. И до следующего повышения ставки такое движение сохранится. Фунт-доллар тоже рассмотрим. Мы с вами ставили цели 119.118. Ну, так или иначе, цена ушла в сильной пике. И с 7 июня мы здесь с вами видим, движение было более чем на 600 пунктов. По индексу доллара, опять-таки, все цели по продажам, которые были, можно фиксировать. После такого сильного падения на рынке весьма вероятно, что будет коррекция. По крайней мере, продавать с текущих значений уже для каждого трейдера должно быть очевидно, что уже поздно. Нефть марки Brent мы ставили с вами целью 125. Цена скорректировалась. Мы с вами пробовали еще раз купить. Но цена находится плюс-минус на тех же уровнях, где мы и покупали. Поэтому сейчас по нефти видно, что восходящий тренд уже не такой сильный. И ситуация не такая явная для покупок. Внутри дня мы можем сами видеть, что формируется уже такой небольшой нисходящий тренд. Не исключая, что по нефти, опять-таки, перед тем, как цена уйдет обратно наверх, там, 125 и выше, мы с вами увидим 116, 117. Ну, плюс-минус, вот диапазон движения в этом коридоре. S&P 500. У нас с вами скользящая средняя на недельном графике 200. Цена опять отбилась от этого уровня. На дневном графике видно, опять-таки, что после сильнейшего падения цена находится, опять-таки, продолжает находиться в нисходящем тренде. Говорить о том, что сейчас цена уйдет еще ниже, не приходится. На мой взгляд, это все будет только после коррекции. Коррекция до уровня 4.100. Может быть, даже выше. Внутри дня пока остается нисходящая тенденция с перспективами того, что цена уйдет еще ниже 3700 долларов. Но, опять-таки, я думаю, что это будет временный эффект и в перспективе 3900. И только после этого можно говорить о дальнейшем падении. Биткоин, минимальное значение, которое мы с вами видели по биткоину, можно посмотреть, это 20 060 долларов. Это был лоу по метатрейдеру на недельном графике. Биткоин, очевидно, что будет падать дальше. С текущих значений, по крайней мере, резкий рост точно не планируется. На мой взгляд, что цена действительно попробует идти на уровень 13000. Начнет здесь консолидироваться. И только после этого, в случае каких-то перспектив, начнет уже расти дальше и обновлять свои предыдущие максимумы. Золото мы с вами давно не разбирали. Давайте посмотрим, что происходит по золоту. Ситуация, на самом деле, по золоту не меняется уже очень давно. Еще с февраля текущего года золото находится вот на такой поддержке, от которой уже многократно отбивается. Если посчитать по графику, здесь уже отбитие было около 7 раз. И в целом, маловероятно, что сейчас что-то поменяется. На мой взгляд, что цена продолжит находиться вот в этом восходящем коридоре. Уровень 1800 цена еще раз протестировалась, цена от него отбилась. Вот внутри дня посмотрим, что происходит. Ну да, здесь очевидно, что сейчас по золоту стоит ставить цели 1850-1860. Дальнейшего падения, по крайней мере, по золоту, на мой взгляд, пока не предвидится. Ну, это были все самые ключевые новости на сегодняшний день. Вам желаю успешной торговли. Всего наилучшего!